Обращение к губернатору Воронежской области Гусеву Александру Викторовичу, а также к руководителю Следственного комитета Воронежской области. Я являюсь жителем села Семилуки Семилудского района. На протяжении последних лет мы сталкиваемся с одной и той же проблемой – водоснабжением нашего села. Так, например, с 9 ноября 17.00 и по сегодняшний день 11 ноября 6 часов утра мы сидим без центрального водоснабжения. Подвоз нам никто не организовывает, как, по примеру, это было сделано в северном районе города Воронеж этим летом. В весенние и летние периоды мы можем просидеть неделю без воды. Данная проблема, как объясняет администрация села, связана с изношенностью сетей, но мы так не считаем. Главная проблема кроется в ресурсоснабжающей организации под названием Чаша и главе сельсовета, который с их помощью качает деньги с федерального бюджета. Данной организацией руководит местный депутат из команды главы поселения. А глава села все это покрывает. Так, в 2020 году глава села нарушил антимонопольное законодательство, без проведения конкурсных процедур, выдворил предыдущую организацию, довел их до банкротства из-за невозможности осуществления дальнейшей деятельности и тем самым запустил геноцид местного населения. А именно, согласно квитанции на воду, вода нам поставляется питьевая. Однако, согласно заключениям Роспотребнадзора, в воде концентрация бора и фтора в три раза больше нормативного, но местное управление Роспотребнадзора считает, что эта вода безопасная, тем самым покрывает чашу, пренебрегает здоровьем населения и действующими нормативными актами и параллельно выдавая предписание по устранению нарушений до конца 2023 года. Не парадокс ли? Кроме того, в отношении руководителя чаши по совместительству местного депутата возбуждено уголовное дело за добычу и пользование недрами без лицензии. Несмотря на работу этой конторы, аж с 2020 года тариф, по которому им можно работать, они согласовались с департаментом только в текущем году, а до этого работали вообще без тарифа, были зарегистрированы в разрушенном помещении местного ДК. Зная все эти нарушения, предписание прокуратуры, отсутствие персонала для обслуживания сетей, не по бумагам, как это у чаши проводится, у главы сельсовета хватает смелости за чашу судиться с антимонопольным комитетом и прокуратурой, тем самым позволяя чаше неоснованно обогащаться и осуществлять дальше свою незаконную деятельность в селе, препятствуя их замене на другую, более порядочную организацию с необходимым количеством для обслуживания персонала и техники. От компетентных органов идут отписки, что нужно подождать аж до конца 2023 года, когда у нас закончат реконструкцию водопроводной сети. Но что ж это изменит, если даже сам процесс укладки нового водопровода идет с нарушением технологий? Защитный слой песка сверху новых труб, предусмотренный проектом, не укладывается, а попросту сверху все закидывается строительным мусором. Кроме того, за подключение к новым сетям, согласно ответа местной администрации, действующие абоненты обязаны будут платить ресурсы осознающей организации и осуществлять подключение за свой счет. А насколько это законно, никого не волнует. Просьба, обратите на нас внимание и помогите быть нам сейчас с водой, а не виртуальным в конце 2023 года. Руководителю Следственного комитета просьба обратить внимание на работу чаши, связанную с оказанием услуг, не отвечающим требованиям безопасности и прочей махинации, благодаря которым эта чаша под руководством местного депутата с огромным количеством нарушений работает безнаказанно более двух лет. А администрация села помогает им в этом, не предпринимая попыток что-либо улучшить. Неприступный ли это сговор с целью наживы над местным населением?